Александр Куприянович, не могли бы Вы вашу концепцию пассионарности Пищенко-человек или Демиург прокомментировать на каком-то конкретном примере, ну скажем, такой яркой личности, как Иосиф Александрович Бродский? Иосиф Александрович Бродский, это даже очень хороший пример, потому что, ну ладно, Пушкин был певцом империи по-своему, но ведь Бродский, изгнанник, который не нашел места у нас, не смог предъявить документ, где было написано, что он поэт, за это получил уголовное наказание. И тем не менее, это был человек, который в своей поэзии отстаивал, когда об этом заходила речь, высшие имперские ценности. Вы вспомните его пьесу «Мрамор», например, это же фактически апология римского имперского начала, вспомните его знаменитые стихи об Украине. И в действительности получается, что это своего рода вот такая имперская демиургия. И почему мне кажется естественным, что именно великий поэт должен быть к ней причастие? Потому что в этом есть какой-то высший эгоизм. Да коли будет жить этот великий язык, на котором создана моя поэзия, да то ли и я буду славен в подлунном мире. Очень может быть, что этот великий язык и интерес мира будет жить до тех пор, пока будет жива эта империя. То есть это какой-то такой потрясающий эгоизм, свойственный всем писателям и особенно великим писателям. Но это, быть может, единственный истинный эгоизм, и поэтому я вовсе ничего удивительного в этом не вижу и считаю, что здесь мы имеем дело с вполне понятной собственной логикой.